Я, так сказать, ребенок был достаточно странный. В 6 лет я уже абсолютно четко на эстраде работал с отцом. Это был профессиональный эстрадный номер. Я угадывал мысли на расстоянии в 6 лет. Это было достаточно сложно. Меня тянуло к сцене. Я с наслаждением занимался всевозможными всякими художественными самодеятельностями. В 10 лет я уже поставил танец. Следующий танец я поставил уже в 55. Это был стриптиз. Первый был, конечно, матросский танец. В 11 лет я открыл кружок по изучению изобразительного искусства и водил по третяковке своих, значит, слушателей. Но самое-то странное, а мечтал я быть конюхом. Я жил под Москвой в доме отдыха. И там у нас была лошадь. И был испанец. Напротив был дом испанских детей. И он вырос. Видимо, надо было где-то работать. Его звали Сайка. Я потом понял, что его звали Исайя. Сайка. Вот это такая булочка. У нас ее почему-то называли Сайка. И он был удивлен. Еле говорил по-русски. Безумно любил детей. Возился с нами со всеми все время. Но он был пьяницей. В конечном итоге допился. Но вот эта вот его любовь ко мне, к нам, к детям. И лошадь, которая была. Это никакая не скакова. Я ничего этого не понимаю. Была нормальная, спокойная. Но вот кормить ее сахаром, хлебушком. Смотреть за ней. Это было какое-то... Я думаю, я ляпну своим родителям, папе, артисту, маме библиотек. Они меня убьют. И через много-много лет один раз все-таки меня посадили на эту лошадь верхом. Так-то я первый раз жутко, мне было неудобно. Я сказал, что я придумал. Из меня никакой коньяк не получится. А по поводу того, что я тоже, так сказать, достаточно странно. В 64-м году вдруг взял этот космос. Все мы были наполнены космосом. Всех-всех знали. И я взял и все бросил. И пошел учиться строить ракеты. Когда я закончил и понял, что я буду каждый день ходить на этот завод, знаменитый Королевский. Королев лично патронировал нас и так далее. Мне так стало страшно. Я думаю, ужас. Что же это будет? И я сказал, все, провались пропадом. Потом меня забрали в армию. Я вернулся, сказал, ни за что, никаких ракет. Пришел на киностудию Горького. А, говорит, а мест нет. Грузчиком будешь? Я буду. И вот я с дипломом, грузчиком нормально отработал 8 месяцев. Потом меня заметил Роу и забрал к себе. И дальше уже, так сказать, пошло-поехало.